Мой вопрос о том, почему мы здесь и в чём заключается смысл жизни на этой планете. Знаете, Раджу, тот, кто знает ответ на этот вопрос, никогда не расскажет вам. Если кто-то пытается дать ответ, знайте, что они не ведают. Эти вопросы говорят о зрелости интеллекта. И эти вопросы сподвигают нас в путешествия. Если кто-то даёт ответы на эти вопросы, это означает, что они лишают вас транспортного средства и просят уйти. Поэтому такие вопросы необходимо задавать снова и снова. И не кому-то, а самому себе. Если вы спросите себя, в чём смысл моей жизни, всё то, что не является смыслом, отпадает. Возможно, не получится найти саму цель прямо сейчас. Но то, что не является целью и смыслом, останется позади. И ваше путешествие продолжается. Храните этот вопрос. Так чудесно сказано. Абсолютно правильно, потому что это тот вопрос, на который сложно найти ответ. Есть интересное утверждение. Жизнь сама по себе не имеет цели, но она даёт великолепную возможность найти цели. И каждый находит свою собственную цель. Я, как кинорежиссёр, нахожу цель в создании фильмов. И также другие находят что-то иное. Да, вы знаете, мы совершаем все наши действия и деятельность для того, чтобы чего-то достичь, что-то поучить. Скажем, когда вы что-то делаете, снимайте фильм. Цель у этого — сделать его популярным. Развлечь людей, оставить послание. Но это всё о том, что вы делаете. Но кто вы? Какова ваша истинная цель? Эти вопросы должны постоянно подниматься глубоко в вашем сердце. И там нам нужно найти ответ. Совершить наше собственное путешествие. И когда вы найдёте ответы, я уверяю вас, ничто не будет важным для вас на этой планете. И улыбка на лице никогда не ослабнет. О, это превосходно. Когда я приезжаю во Шрам, я вижу эту улыбку у людей повсюду. И я всегда задаю вопрос, почему люди улыбаются. Я часто спрашиваю, это у людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому